Здравствуйте! С вами Елена Мирошникова в эфире Держинского 102. Программа о работе Ставропольской полиции в происшествиях и раскрытых преступлениях. Сегодня в выпуске. Горячая ссора. Парень поругался с девушкой, а пострадал чужой автомобиль. Гражданский мониторинг. Как проходит работа отделов по вопросам миграции. Лайфхак. А вы знали, что если проехать на красный, то ничего не будет. Еще как будет. В Ставрополе оштрафовали горе-блогера. А начнем наш выпуск с праздничной новости. 12 июня мы отметили важную дату. День России. Несмотря на относительную молодость, а отмечается этот праздник с 2002 года, он уже успел стать одним из самых любимых. Может быть потому, что отмечать его начинают с самого детства? Воспитанники летнего лагеря при Дворце детского творчества в честь Дня России устроили яркий флешмоб. Ребята подготовили зажигательный танец и необычный реквизит. Белых бумажных голубей. А еще школьники запустили в небо воздушные шары цветов российского флага. Поздравить ребят с праздником пришли и полицейские. Очень важно подрастающим поколениям развивать любовь к родине, к малой родине, к большой родине. И то, с какой ответственностью все подходит к этому государству, внедряя в внешнюю политику и внутреннюю политику отношения к своему подрастающему поколению. Наверное, это отрадно. И смотреть на то, как дети занимаются, и то, как они относятся и участвуют, с каким желанием участвуют в мероприятиях. Сегодня и сейчас День России главный праздник в году, учитывая, какой непростой год сложился у нас, 20-й. 21-й год, я уверен, что подарит и детям, и всем семьям отличное настроение и хороший год будет у всех нас. После флешмоба расходиться ребята не стали. Их уже ждали секции по интересам. Перейдем к криминальным новостям. В Пятигорске очень вспыльчивый парень поругался со своей возлюбленной, а злобу выместил на чужой машине. А в Железноводске хитрая бухгалтер прихватила из кассы почти полтора миллиона рублей. Тем временем мошенники продавали песок по цене посылок. Подробности этих криминальных историй расскажем в нашей оперативной сводке. Пятигорским полицейским установлен подозреваемый в умышленном повреждении имущества. В отдел полиции города-курорта обратился местный житель с заявлением о повреждении автомобиля. Участковые уполномоченные полиции опросили очевидцев и изучили видеозапись, на кадрах которой видно, как неизвестный мужчина разбивает лобовое стекло автомобиля. Полицейские установили личность злоумышленника. 30-летнего местного жителя доставили в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина пояснил, что ударить кулаком по лобовому стеклу машины он решил после ссоры со своей девушкой. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Ведется следствие. А в Железноводске расследуется уголовное дело, возбужденное по факту присвоения крупной суммы денег. В полицию города Железноводска обратился представитель рекреационного учреждения, который заявил о недостаче крупной суммы денег, выявленной при инвентаризации. Оперативники выяснили, что к совершению противоправного деяния причастна 38-летняя местная жительница, которая работает бухгалтером в организации. Полицейские установили, что женщина имела доступ к деньгам и присвоила более 1 миллиона 300 тысяч рублей из бюджета учреждения. В настоящее время продолжаются все необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности фигурантки. Тем временем на Ставрополье сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемых в мошенничестве. Оперативники выяснили, что один из фигурантов руководил колл-центром. Трое его подельников делили обязанности по управлению складным с посылками и фасовки товара. Двое других участников подыскивали граждан, которые не были осведомлены об истинных намерениях злоумышленников. Следствием установлено, что в сети интернет участники группы размещали объявления о продаже товаров. Когда покупатели выходили с ними на связь, они убеждали граждан о необходимости приобретения продукции с условием ее оплаты наложенным платежом при получении посылки в отделении связи. Введенные в заблуждение потерпевшие оплачивали стоимость посылок, а дома обнаруживали, что внутри либо песок, либо товар не соответствует оригиналу заказа. В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению двух фактов мошенничества. Что у вас там происходит? Вода течет по потолку. В результате проведенных обысковых мероприятий по адресам проживания и регистрации фигурантов, а также по месту расположения склада, обнаружены и изъяты компьютерная техника, документы, печати, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов свотовой связи и другие вещественные доказательства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности фигурантов и установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности. Мы редко интересуемся, как проходит работа отделов по вопросам миграции. Главное, чтобы быстро. Затем, чтобы наши ожидания соответствовали действительности, зорко следят общественники. О том, что такое гражданский мониторинг и как проходит эта акция, расскажем в следующем сюжете. Как определить качество? Чаще всего все достаточно просто. Если речь идет о еде, нужно проверить состав. Но если мы говорим об услуге, тут все значительно сложнее. Ведь каждый оценивает ее субъективно, в зависимости от настроения, погоды и других крайне переменчивых факторов. По мнению общественников, качество возможно там, где обеспечена открытость и доступность. Именно поэтому и появилась акция «Гражданский мониторинг». Вместе с общественниками мы отправились в отдел по вопросам миграции по Шпаковскому району. Отдел занимается оказанием государственных услуг. Порядка 17 госуслуг у нас. И на сегодняшний день по месту обращения можно поменять паспорт. Я живу в городе Ставропе, хочется поменять здесь. Через госуслуги подаю, спокойно оказываем госуслуги. Базы нам позволяют, мы видим, где чего, что, как граждан прописан, зарегистрирован. Но если мы в чем-то сомневаемся, направляем запросы в тот же там, ну, П-1, к примеру, да, это по городу Ставрополя. Получаем ответ, выдаем. У нас есть сроки, естественно, определенные. Михайловск – постоянно растущий город. А значит, и работы у отдела хватает. Каждый день сюда приходят десятки, а порой и сотни человек. Это же отдел по вопросу о миграции. Здесь всегда много людей, и никогда не угадаешь, в какой момент их может быть меньше. Конечно, в любой работе есть свои трудности. Ну, мне кажется, надо любить свою работу. Но при этом первое, что бросилось в глаза – полное отсутствие чередей. Посетители сразу проходят в кабинеты, не задерживаясь в коридорах. А все потому, что время встречи назначено заранее. Подала заявление через портал госуслуги, чтобы рассмотрели. Я прописала своего ребенка, в принципе, пришла. Назначенное время, назначенную дату. Подала заявление, пришла, прописала, оказали. Впрочем, обращали внимание не только на скорость работы. Общественники оценили техническое и санитарное состояние кабинетов, наличие необходимой техники, мебели и другого оборудования. С этим здесь проблем не возникло. В этом отделе по вопросам миграции абсолютно все автоматизировано. Человек может прийти сюда впервые и получить любую услугу. Информация по штрафам, получить талон предварительной записи или узнать статус талона. Можно даже оценить качество обслуживания. Давайте посмотрим, насколько это быстро. Впрочем, главная задача акции не контроль, а взгляд со стороны. Общественники отмечают моменты, которые можно исправить, и обсуждают их с сотрудниками. Мы не проверяющий орган. Мы говорим о том, что мы способны выявить ситуацию и донести до главного управления о каких-то вещах, которые можно исправить на сегодняшний момент. Наоборот, созданы для того, чтобы помогать полиции, взять на себя какие-то функции. Мы приходим и смотрим, как размещена информация. И я могу сказать, товарищ майор, мне кажется, что эту информацию лучше разместить здесь. Почему? Потому что я, как обыватель, захожу и вижу, что это правильно. И к нашему мнению прислушиваются, и это все делается. В рамках гражданского мониторинга члены общественного совета проверяют также дежурные части, опорные пункты, подразделения по делам несовершеннолетних и даже стационарные посты ДПС. А судя по слаженной работе сотрудников этого отдела, общественный контроль дает свои позитивные результаты. Елена Мирошникова, Руслан Аков, Ставропольское телевидение. Пока один нетрезвый водитель в своих бедах винил черешню, второй упал с велосипеда и уснул. Тем временем нарушитель Ставрополя придумал самый бесполезный лайфхак. Об этих и других автопроисшествиях расскажет наш дорожный патруль. Черешня с секретом. В Труновском округе полицейские остановили водителя легковушки. Мужчина явно был пьян, что подтвердило медосвидетельствование. Но водитель свою вину решил свалить на черешню. Давайте муштуб. Муштуб можно? Меня послушайте. Ну, это черешня. Я только что, я черешню кушал и сюда пришел. Вот только полицейские не поверили нарушителю. Теперь любителю пьяной ягоды грозит крупный штраф и лишение прав. А в Георгиевске с заявлением об угоне машины в полицию обратился местный житель. Ориентировки передали всем нарядам. Похожий автомобиль нашли в соседнем селе. За рулем был 18-летний парень. В дежурной части он признался, что угнал машину, чтобы покататься. Транспорт уже вернули законному владельцу. А парень за свою выходку ответит по уголовной статье. И еще один угон. Но на этот раз необычный. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. Хозяин двухколесного транспорта оставил его у места работы. А когда вышел на улицу, обнаружил пропажу. Угонщик засветился в объективе камеры видеонаблюдения. 33-летний мужчина решил угнать и продать чужой велосипед. Вот только далеко не уехал. Потому что был пьян. Угонщик упал, уснул, а потом и вовсе бросил транспорт на дороге. Злоумышленника задержали. Теперь полицейские ищут того, кто подобрал велосипед во второй раз. Тем временем сотрудники госавтоинспекции подвели итог масштабного рейда «Вежливый водитель». По всему региону полицейские останавливали лихачей, слишком громких автомобилистов и владельцев неисправных машин. За три дня около 400 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил движения. 12 за управление машиной под градусом, 50 за нарушение тонировки и еще 14 за перевозку детей без специального кресла. Такие рейды полицейские намерены проводить на регулярной основе. Лайфхак. А вы знали, что если проехать на красный, то ничего не будет? Именно таким заявлением прокомментировал свою видеозапись 25-летний житель Ставрополя. Парень проскочил на красный свет и разместил свою выходку в социальных сетях. Но оказалось, что будет. И еще как. Автоинспекторы тоже посмотрели запись, но лайкать не стали. Вместо этого горе-блогера пригласили на беседу в госавтоинспекцию. Парень оплатил штраф, избавился от тонировки и пообещал внимательнее работать над контентом. Будьте внимательны за рулем. А если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. С вами была Елена Мирошникова. Берегите себя.